Всем еще раз здравствуйте! В этом видео я хотела рассказать о щеночках, которые предлагаются на моих страничках, в соцсетях. Как вам уже известно, я имею домашний питомник Чихуахуа Костропула, монопородный. Это говорит о том, что у меня в разведении только Чихуахуа, никакими другими породами я не занимаюсь. Все щенки, которых я предлагаю, это щенки категорически только от моих собак. Они могут быть детьми моих кобелей, которых у меня три, и они активно используются в племенном разведении. Это рыжий филипп красивый, это длинношерстный белый с шоколадным ухом мажорик, и это белый с кремовыми отметинами елистей. О каждом у меня есть много видео и фото, это елистей. Мажорик где-то умчался, бегает, гуляет. В общем, от этих трех кобелей предлагаются дети. Эти дети не обязательно рождены у меня в моем питомнике дома. Например, на данный момент в продаже у меня дети только алиментные. Что такое алиментный щенок? Это щенок, рожденный не в моем питомнике, но обязательно от моего кобеля, которого я забираю по договоренности, как расчет за вязку. То есть за вязку кобелю положена либо определенная сумма, либо щеночек из помета. Все это на добровольной основе заключается договор во время вязки. Да, вот еще сразу отклонюсь в сторону. Очень многие во время вязки боятся платить деньги после вязочки, думая, что вдруг там девочка не родит и вы мне там что-нибудь останетесь должны. Нет, конечно, на моем опыте было несколько раз пустование девочки. Да, ни от чего не зависятся еще, в общем-то. Сейчас опыт вязок собак у меня уже немаленький, поэтому таких, грубо говоря, пролетов у нас практически не бывает. И если они вдруг могут быть по неизвестной нам причине, то никто никому ничего не должен. Естественно, если девочка осталась пустая, то если вы мне вдруг заплатили деньги, деньги по закону не возвращаются, но у вас остается бесплатная следующая вязка. Если мы с вами договорились на щеночка, то и ваша девочка вдруг не родила, то, естественно, если она никого не родила, то вы мне ничего не должны. Ну, это все договаривается индивидуально, мы заключаем договор, ну, конечно, самый лучший договор, это договор мы заключаем, но самый лучший договор, это честность хозяина и девочки, и мальчика. Я живу на этом. Вот, а теперь продолжим о щеночках, которых я предлагаю. Вот на сегодняшний день у меня свободны три щенка. Это вот этот белый Оскар, Адам, Оскар и Адам, вот они двое, и девочка Беля, и черненькая, сейчас она прибежит, мы ее снимем, девочка Монализа. Все эти дети не родились у меня, эти дети алиментные. Вот, и, то есть, они не родились от мамочек моего питомника. Да, они родились, допустим, Леля, вот эта девочка, вот она, вот эта гамушка миниатюрная, она рождена в Алуште, отец у нее, наш Мажорик. А мама, дочка Филиппа, Криста, то есть, мало того, что наша дочка, она еще и наша внучечка. Вот, Оскар и Адам, эти два красавца, они дети нашего Елисея. Вот это Оскар, это первые детки от нашего Елисея, очень красивые. Вот она, дамчик. То есть, да, у нас там был инцидент, и эти детки выращены мною практически с трехдневного возраста, только из-за того, что у меня были молочные мамы, и нужно было помочь с одной мамочке. Поэтому они у меня очень давно, но эти дети не родились от моей, от моих девочек в нашем питомнике. Только папа Елисей их, поэтому это дети алиментные. Так, и где наша красотулька? Скорей, скорей, Монализа. Монализа, Монализа, это девочка нашего Мажорика, дочка, мамочка ее, Ляля, красотка Лилу, дочь нашего Филиппа. То есть, она тоже и дочка Мажора, и внучка Филиппа. Девочка тоже не родилась в нашем питомнике, но она дочь нашего Мажора. Вот этих четыре щенка продаю лично я. При покупке щенка мы заключаем договор. Мы отправляем щенка в новый дом обязательно с недельным запасом еды. Это обязательно. И, естественно, консультации по выращиванию, кормлению, воспитанию на постоянной основе. То есть, у нас нет задачи, грубо говоря, спихнуть щенка. Да, наша задача выпустить щенка в хорошие руки, добросовестные, порядочные. Да, прям вот так скажу. То есть, мы отдаем своего ребенка вам в руки и хотим, чтобы этот ребенок вас радовал. Но и вы его кормили, воспитывали и любили, самое главное. И тогда все будет сложено и складненько, и не будет проблем ни у вас, и, естественно, ни у нас. Поэтому прошу подходить к покупке щенков с головой, как говорится, скажем по-русски. Если у вас есть какие-то сомнения, не приобретайте собаку, купите его. Спасибо. Спасибо.